Скорее всего, они через месяц внесут волнение. Но я однозначно могу сказать, кого это не коснется. Это не коснется туристов вообще никак. Возможно, произойдет еще ужесточение по сменам статуса. Но опять же, это будет касаться, если я с туристического статуса хочу поменять на студенческий. Или на рабочий. К статусу, например, беженца оно и сейчас никакого отношения не будет иметь. И на будущее. По лотерейщикам они постараются тоже какие-то протяжки, если это будет возможно сделать. Потому что вот сейчас они перенесли уже на месяц. 6 июня можно будет проверять заявки. Прокламация эта по 60 дням. Там уже изначально заявлено, что будем собирать, консультироваться. Попросил типа 30-дневный срок министра внутренних дел. Занятость, представить рекомендации. Как мы еще можем улучшить эту ситуацию с защитой американских трудящихся от пребывающих иностранцев. То есть дать рекомендации. И соответственно, момент там конца июня, что им будет мешать, что мы, во-первых, еще продлеваем на 60 хотя бы. И плюс еще мы вот добавляем, что по рабочим визам приезжать могут только медсестры, например, там, ну, сельхозрабочие. Work and travel они могут запросто в этот список добавить. То есть все программы, которые на J1, то есть там программы обменов, только медиков оставят. Потому что есть там специальная подпрограмма для медиков, она спонсируется там правительством, даже США. Вот это оставили, допустим. А все остальные, J1, где шли стажировки, люди приезжали под стажировку, она, по сути, платная. По F1 студенческим визам могут тоже запросто внести. И почему? Потому что он же может 20 часов в неделю работать, а значит, тоже типа места забирать. Могут оставить исключение для тех, кто учится на медика. Но туристов они трогать вообще никак не будут. Они просто, скорее всего, туристам примут какие-то, так скажем, несколько поправочек, которые будут туристам мешать менять статус и все. Ну, я имею в виду на рабочий, на студенческий, на бизнес. На границе будут задавать больше вопросов. Все, пометили, протокол, потом ты подаешься. Они говорят, тебя же спрашивали, ты сказал, что не будешь. Сейчас же как бывает, спрашивают на границе, вы зачем? Ну, я там турист и все там. А, ну турист, ну и хорошо. Сколько будете там? Две недели, две недели. Ну, хорошо, все, до свидания. А здесь могут задать такие вопросы конкретные, типа анкета, опрос. Точно домой вернетесь там. Ну, опросили, опросили, все. Потом тебе, когда ты подаешься, они достают твой опрос на анкету. Ты говоришь, так ты же вот на границе, вот тебя спрашивают. Прокламация-то, она вообще, по сути, ни на что не повлияла, потому что посольства не работают, а они до конца июня скорее работать не будут. Но они закладывают вот эту основу и сразу в себе уже содержат оговорки, что, во-первых, там рекомендации дать, во-вторых, я продлить могу и внести изменения я могу, исходя из ситуации, которая будет на тот момент. Кстати, опротестовать очень сложно. И даже если кто-либо там из федеральных каких-то судей опротестуют и, типа, это приостановит Верховный суд, как с паблик-чарджем этим, через месяц-два-три он эти все опротестования снимет в пользу Трампа. Очень хитрая модель, выстроенная, да, вот этого всего, очень хитрая такая, с точки зрения протестований, сложная, никого вроде как не дискриминирует и полностью там, и поддержана, кстати, гражданами там по опросам. Ну, то есть, он же законы не меняет, он на основании просто этих же законов и своих полномочий как президента на базе конституции, в целях защиты американских граждан, то есть, там же не просто я захотел, а снова стопудовая. Там же вот прямо в самом законе COVID прописано, если смотреть, как он назван, очевиднейшие вещи, то есть, просто вспышки, там, восстановление экономики, рынок труда. И под это все статистика есть, ну, это реальность, но он опирается на такую стопудовую, как бы, основу, что опротестовать граждан США он вообще не тронул. Пожалуйста, воссоединяйтесь, кто нужен Америке, типа, вот, медики, сельхозрабочие, тоже, пожалуйста, приезжайте, вы же нужны. Прямого запрета на туристов вообще никак не будет. Единственное, что ужесточится, скорее, сама работа в посольстве будет более, так скажем, избирательно подходить. И то первое время им нужно будет поток обеспечить, поэтому первые месяцы в любом случае будет лучше выдача. Но жестче может быть на границе. То есть, если, условно говоря, вы неправильно что-то на границе начали говорить по своему маршруту, как-то прилетели там, где делать нечего, там все в масках ходят, и никого на улице нет. А вы говорите, а я буду путешествовать там. Надо будет границей еще более тщательно готовиться, чем раньше. Ну, и в маске лететь в самолете. И справку, возможно, затребуют еще о том, что не болел, не болеешь. И в самом посольстве будет тестирование, сканирование тепловое, дезинфекция. И в масках, наверное, надо будет все ходить, бахилы какие-нибудь там одноразовые. То есть, в общем, вот такие вещи, скорее всего, будут внедрены. В общем, интересно все. Вот такая вот беда, в общем.